МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии руководитель управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области Зайцев Константин Борисович. И говорим мы сегодня о имущественных налогах физических лиц. Константин Борисович, что это за налоги и кто должен их уплачивать? Вы сами сказали, что это налоги имущества физических лиц. Понятие имущественной налоги, на самом деле, это обобщенное понятие. В него входит налог на имущество, земельный налог и транспортный налог. Это налоги с физических лиц. И мы приближаемся к единому дню уплаты налогов. Напомню, что оно происходит у нас всего лишь один раз в год. С какой целью установлен вот этот единый день уплаты налогов? Ну, я начну, наверное, с того, что единый день уплаты налогов для физических лиц установлено по налогу на имущество физических лиц. Одинск – это 5 ноября. По транспортному налогу – это 5 ноября. По земельному налогу здесь каждый по-своему принимал муниципалитет. Если брать Ангарск, Одинск – это 5. Саватеевка у нас не позднее 1 ноября. Одинск – 2 ноября. Но, в принципе, можно сказать, что вот с 1 ноября, я бы упростил бы позицию, это вот последний срок уплаты налогов физическими лицами, жителями города Ангарска. Готовься и уплачивать. Да. Почему именно принято такое решение? Это уже второй год, как у нас единый день уплаты налогов. Потому что, во-первых, это и удобнее самому налогоплательщику. То есть, он понимает, что один раз и сразу он заплатит все три налога. На автомобиль, на землю и на свое имущество. Во-вторых, это удобнее и бюджету. Это бюджету как субъекта Российской Федерации Иркутской области, так и муниципалитету Ангарску, Ангарскому району. Почему? Потому что один день и можно спокойно, смело прогнозировать эти поступления и, соответственно, предусматривать их в бюджетах. Ну и третье – это удобнее и налоговой службы, потому что мы в этом случае несем меньше затрат как материальных, так и временных для того, чтобы обработать и оповестить, и собрать данные налоги. Понятно. А какие документы должен получить плательщик от налоговой инспекции в этом случае? Ну, в данном случае каждый налогоплательщик получит уведомление единое. Если у вас есть и земля, и транспорт, и имущество, то это будет все в одном уведомлении. Если раньше, вот в чем экономия, да, если раньше это было разными уведомлениями, и, как правило, налогоплательщик путался, то сегодня вы, если этим набором владеете, то вы получите единое налоговое уведомление. В нем будет четко прописано объекты налогообложения, ставки, ну и сумма. Ну и если есть задолженность или переплата, то тоже так же в этом уведомлении будет, в общем-то, прописано. А что мне делать, если, скажем, я такое письмо не получил? А если вы это письмо не получили, то вам необходимо, либо через наш сайт в интернете, налог.ру, вот, сделать обращение в свою инспекцию или просто ФНС. Ну вот, а это первое. Второе, вы можете прийти в инспекцию. Вот, но и еще один момент. Сразу хочу сказать, что по прошлому году у нас очень много вопросов жители Иркутской области задавали, в связи с тем, что уведомления на уплату налогов приходили от Кемеровской инспекции. Да. Вот, сразу хочу сказать, это центр по обработке данных, это опять в целях экономии бюджетных средств сделано, и сегодня весь Сибирский федеральный округ получает уведомления от Кемеровского центра. Здесь ничего страшного нет. Поэтому, если вы получили уведомления от данной инспекции, вы платите налоги, но по реквизитам все платится непосредственно в региональные и местные бюджеты. Ничего страшного нет. Просто для нас это удобней, ну и для обработки данных. Понятно. И мы, по-моему, даже уже говорили насчет Кемеровского адреса, и как бы с этим все понятно. А вот, Константин Борисович, если вдруг я получаю это уведомление и в нем обнаруживаю какую-либо ошибку, куда мне обратиться, как исправить ситуацию? Ну, опять же, хочу сказать, что я уже начал об этом говорить. Если бы вы не получили, обращайтесь в инспекцию. Если бы вы обнаружили ошибку в этом уведомлении, к уведомлению прикладывается сразу бланк заявления. Вот когда сейчас налогоплательщики получают, жители города Ангарска, да, эти уведомления, то у них есть к уведомлению по уплате, есть также заявление. Вдруг, если они видят, что какие-то объекты у них уже сегодня не присутствуют, ну, допустим, автомобиль два года назад продали, а по нему налог берут, то они смело пишут, уточняют налогоблагаемую базу, говорят, что у нас этого автомобиля нет и так далее. И это заявление в почту, либо в инспекцию по адресу. И все, никаких проблем нет. Мы в этом быстро, мобильно разберемся, и не надо никаких справок с ГИБДД нести и так далее. Ну, вот приход в инспекцию – это, как правило, проблема. Большинство налогоплательщиков – рабочие люди, и в рабочее время они не могут попасть в инспекцию. Можно ли это сделать в нерабочее время? – Безусловно, можно. У нас уже на протяжении этого всего года и предыдущего частично инспекция, ну, если по ангарску, работает в том числе и вторник, и четверг до 20 часов, и первую, третью субботу с 10 до 15. То есть, пожалуйста, можно прийти, значит, все вопросы решить. Ну, еще немаловажный вопрос для занятых людей. Вы можете сегодня с рабочего места, если у вас есть компьютер, зайти на наш сайт, записаться в очередь. – Вот я хотел спросить. – На определенное время, то есть вот у вас это время есть, инспекция работает, вы на это время записываетесь, поэтому вас электронная очередь внесет на это время к определенному, значит, инспектору, все, вы приходите, и вы в свое время используете никакой очереди живой здесь не нужно. Да, то есть вы приходите по назначенному времени, тоже можете воспользоваться. Такая услуга у нас тоже уже на сегодняшний день. И этой услугой на самом деле уже по области воспользовалось порядка 6200 человек. Если говорить про ангарск, то уже 200 ангарчан. – Ну вот я как раз хотел спросить вас, в какой степени сегодня налоговые используют интернет? Ну и в частности не только электронная очередь, а если, скажем, документы получить от вас на уплату налогов, возможно, нет, через интернет? – Конечно, конечно. У нас есть сайт, на сайте у нас сегодня более 30 интернет-услуг, которые мы оказываем. И самое главное, то, что мы говорим сегодня о налогах физических лиц, на мой взгляд, самый лучший и удобный способ – это каждому жителю города Ангарска, Ангарского района, сегодня зарегистрироваться и получить, зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика. Этим самым вы, зайдя в личный кабинет, будете видеть свою налогооблагаемую базу, будете видеть расчеты с бюджетом. Кроме этого, вы можете через личный кабинет направить нам запросы и так далее, и так далее. Все в электронном виде. И самое главное, даже оплатить налоги, не выходя из дома или с рабочего места, где вы работаете, только лишь бы подключение было к интернету. Вот это мы сегодня уже делаем. И на самом деле у нас уже 13 тысяч налогоплательщиков по области подключены к личному кабинету. Ну и Ангарск у нас порядка уже около 1 тысячи. Жители города Ангарска, Ангарского района тоже подключены к этой услуге. Поэтому она очень удобная, очень интересная. И самое главное то, что вы будете ждать налоговые уведомления, а у вас, допустим, имущество сегодня есть в Ангарске, в Иркутске, а это разные инспекции. И вы будете получать разные уведомления. А в личном кабинете все объекты налогообложения у вас будут. Неважно, в Москве они у вас там или еще в каком-то городе России. Это все будет видно и будут видны, как вы ведете расчеты. То есть это очень удобно. Понятно. Константин Борисович, интересно было бы узнать, сколько вообще налогоплательщиков сегодня пополняют казну города Ангарска и Ангарского муниципального образования. Если, конечно, такие цифры не секретные. Да, не, не секрет. На самом деле, если говорить про земельный налог, то у нас здесь порядка налогоплательщиков 18 тысяч. Это плательщиков земельного налога. Если говорить по сравнению с 2012 годом, то прирост составил 3 тысячи налогоплательщиков. Если говорить о цене вопроса, то сумма налога составляет сегодня 19 миллионов рублей. Немного. Ну, знаете, это относительно, что значит немного, да? Могу сказать, что по сравнению с прошлым годом возросло на 32 процента. Или на 6 миллионов рублей. Это очень хорошие показатели. С учетом того, что земельный идет, налог идет, как раз пополняет местный бюджет. То, что касается транспортного налога, ну, могу сказать, что здесь, если взять полностью наш Ангарский район, то 123 миллиона. Это сумма транспортного налога. Это когда мы соизмеряем, хорошие и плохие ли у нас дороги. Вот 123 миллиона – это то, что собирают, это то, что платят на самом деле собственники транспортных средств в Ангарском районе. Если говорить о налоге на имущество, то здесь сумма 95 миллионов рублей. Если говорить о собираемости, ну, собираемость данного налога под 90 процентов. Ну, всех, если их так, в среднем под 90. То есть неплохая собираемость. То есть ангарчане очень хорошо платят. Понятно. А как много ангарчан имеют сегодня льготы по имущественным налогам? Ну, если опять говорить про ангарский район в целом, то 45 тысяч граждан имеют льготы по налогу на имущество. Ну, это в основном пенсионеры, ветераны, инвалиды. Ну, там перечень достаточно широко представлен. И в разных муниципальных образованиях есть еще и отдельные категории людей. И в ангарске в отношении жилых помещений лица, имеющие 5 и более несовершенных летних детей, тоже имеют такую льготу по имуществу. Вот. В Мегете дети-сироты имеют такую льготу. Вот. Одинокие матери, значит, имеющие детей в возрасте до 18 лет. Одинское и Саватеевское муниципальное образование таких льгот вообще не предусматривает. То есть, все по-разному, вот как депутаты муниципальных образований принимают решение по данным. Потому что земельный налог – это как раз вот имущество, это вот то, что формирует базу муниципалитета. Поэтому здесь люди сами, депутаты сами принимают решение политическое. 7 тысяч граждан у нас имеют льготы по земельному налогу. Ну вот, опять же, это ветераны, инвалиды боевых действий. Ну, тоже такой перечень достаточно широкий. По транспортному налогу у нас более 7 тысяч налогоплательщиков имеют льготу. Пенсионеры имеют льготу 20% от ставки. Ну и ветераны войны, инвалиды, также многодетные семьи, у кого от трех и более детей, тоже имеют льготы по транспортному налогу. Но здесь одно «но». Транспортное средство должно быть с двигателем от 100 до 125 лет, если там прошло больше 7 лет. То есть, а так оно должно до 100 быть. Тогда эта льгота может быть реализована. Понятно. А какая кара грозит не плательщикам налогов? Ну, кара, как обычно, это, в общем-то, просрочка платежа. У нее насчитывается 1,03 ставки рефинансирования банка. Вот за каждый день просрочки. Соответственно, это пение. Ну, а кара какая? Если вы не платите, в течение трех месяцев мы вам выставляем требования, вы не оплачиваете, мы передаем в суд. Суд выносит решение. И после этого судебные приставы начинают уже свою работу. То есть, это может быть наложено арестное имущество. Это может быть запрет выезда за пределы Российской Федерации. Ну, одним словом, все законные и доступные способы для взыскания задолженности. Кстати, одной из таких эффективных мер признано недопущение к трапу самолета. Какова должна быть степень провинности, чтобы тебя не пустили в самолет? Да, степень провинности, она как раз зависит от срока неуплаты налога. То есть, если вот вы попадаете в процедурные все эти вещи, уже суд и судебный пристав выносят решение, вот, вариант, что вы не попадете на самолет, вылетая за пределы Российской Федерации, очень вероятно. И у нас таких, в общем-то, граждан каждый день бывает достаточно много в целом по стране, вот, которые не уплатили налоги. Но могу сказать, по сравнению с прошлым годом, с учетом того, что у нас между налоговой службой, судебными приставами и с таможней есть сегодня соглашение, таких людей стало у нас меньше. Конечно, люди, прежде чем вылетают, они, опять же, пользуются нашим интернет-сайтом, где заходят и узнают свою задолженность. Это очень легко. Узнай свою задолженность, есть у нас интерактивный... Личный кабинет, да? Да, ну, это не личный кабинет, это один из, так скажем, ресурсов, которые на сайте у нас присутствуют, вот, через которые можно узнать свою задолженность. Там нужно ввести ННН и любой номер паспорта и так далее. То есть вы получаете полностью свою задолженность. Вот этим не надо пользоваться, потому что многие путают личный кабинет и узнай свою задолженность. Узнай свою задолженность, у вас уже будет задолженностью, с пенями. Вот. А личный кабинет – это то, что вы можете заранее заплатить и знать, как у вас идут расчеты, не дожидаясь каких-то, ну, так скажем, фискальных мер. Понятно. Ну, вот известно, что личный кабинет – это для физических лиц. А для юридических лиц существует такой? Да, существует. У нас уже есть. Но пока еще мы в стадии, так скажем, эксплуатации пробной проводим. Вот. Я полагаю, что мы со следующего года постараемся запустить и личный кабинет как раз налогоплательщиков, именно юридических лиц. Суть будет та же самая, да, просто почему немножко это позже, чем для физических лиц будет запускаться, потому что, ну, там и объемы немножко другие. И условия другие, они более сложные для вычисления и так далее, и так далее. Поэтому мы сейчас опробуем, и в ближайшее время тоже такой кабинет будет работать. – Константин Борисович, к сожалению, время наше истекает. Я хочу задать вам последний вопрос. Какие еще меры налоговая инспекция сегодня принимает для того, чтобы облегчить просто жизнь налогоплательщику? – Ну, вот я сказал, что это первое – это наш интернет-ресурс. Очень богатый, широкий. Там можно посмотреть, значит, услуги, посчитать свой транспортный налог, зайти. Это то, что у нас на региональном уровне сделан, налог на землю, то есть вы в базу вбиваете и так далее. Вот, про личный кабинет мы с вами достаточно хорошо поговорили. Тоже это как бы для физических лиц очень хорошо. Но и самое главное, мы не забываем и про тех, кто по тем или иным причинам не могут воспользоваться интернетом, воспользоваться компьютерами для того, чтобы зайти в личный кабинет. В Ангарске у нас на сегодняшний день инспекция одна из лучших в плане того, чтобы создать условия для налогоплательщика. У нас есть, значит, информационные, значит, вся информация, бумажных носителей, стенды. И можно прийти, посмотреть, разобраться. Ну и, конечно, наши специалисты всегда готовы помочь. Константин Борисович, спасибо вам большое за интервью. И успехов вам большое.